девчонки всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня хочу снять для вас немножко нетипичное видео для моего канала но многих блогеров я это видела я хочу начать такую рубрику книги прочитанные в каком-либо месяце и рассказывать вам о том что я читаю что я прочитала что мне понравилось и что не особо и я надеюсь что это видео приживется на моем канале и я буду каждый месяц их снимать и кому интересно то оставайтесь со мной и давайте начнем итак первая прочитанная книга это дарующие звезды от автора джорджа муэс мне очень нравится эта писательница здесь вот у неё на первой страничке все книги которые она когда-либо издавала писала у меня они практически все есть большинство из них я прочитала если вам интересно то я сниму видео о прочитанных книгах джорджа муэс вот и что касаемо этой книги здесь история о девушке элис которая жила с родителями в англии но отношения у них как-то складывались не очень они боялись родители ее чужого мнения постоянно чтобы там кто-то что-то о них не то не подумал что не нужно и элис встретила своего скажем так свою первую любовь бен это и вот она у них были отношения они поженились и по стечению скажем так обстоятельств они жили с отцом бен это очень богатый человек вот и отношения у них до свадьбы были очень хорошие такая прям любовь любовь а вот после свадьбы как-то муж стал от нее отдаляться девушка постоянно находилась дома и было очень скучно неинтересно вот и в какой-то прекрасный момент она знакомится с женщиной марджери и начинает вместе с ней работать в конной библиотеке вообще вот это вот все дело окон и библиотеку придумала марджери и в дальнейшем потом будущем немножко забегаю вперед они будут развозить книги у них сложится очень хорошие отношения практически как у сестер и и отношения с мужем у элис становились только хуже отец бен это очень плохо относился к марджери у них там были семейные такие скажем войны у семьи семьей и какой-то прекрасный момент даже не прекрасный а здесь конечно 2 скажем так варианта для элис он был как прекрасно так и не очень мне кажется что лучше если отношения зашли в тупик то лучше вообще их прекратить не мучить ни себя никто не свою вторую половинку потому что ничего хорошего из этого не выйдет и в один прекрасный момент скажем так элис уходит от своего мужа но конец как всегда у книг всегда хороший бывает в основном поэтому вот как они все к этому пришли как сложилась дальнейшая ее судьба и жизнь вы можете прочитать эту книгу и узнать ну мне эта книга очень понравилась прям вот оформление красивое такое дарующие звезды но если вдруг кому-то нужен спойлер я конечно вам могу сказать что элис встретит новую любовь но об этом уже прочитаете здесь в этой книге вот думаю что вам будет очень интересно вторая книга это николас паркс спеши любить также я знаю что по этой книге был снят фильм эта книга о девушке которая являлась дочерью священника и здесь тоже история любви когда молодой человек изначально относился к ней как-то не очень считал ее что она не такая как все но она и была не такая как все но скажем так что в какой-то момент он поменял свое мнение о ней то есть в лучшую сторону вот здесь тоже зарождается любовь и ну это прекрасно мне очень понравилась эта книга в конце конечно плакала я не буду вам рассказывать все спойлеры и всю книгу потому что вам потом будет просто неинтересно читать но мне кажется это прекрасно когда люди в какой-то момент понимают что где-то они были неправы изменяют скажем так свои поступки то есть в лучшую сторону в общем книжка просто шикарная и прочитала на одном дыхании буквально дня за два и она мне очень очень сильно понравилась третья прочитанная книга это сара джио фиалки в марте здесь вот мне кажется история совсем совсем немного схожая с книгой джо джо мое здоровье звезды здесь тоже у девушки были тоже отношения на вышла замуж но опять-таки напряженные отношения не то чтобы напряженные а вот ну скажем так могли бы быть чуточку мягче и отношения с ее матерью со стороны матери к ней здесь тоже девушка вышла замуж но в один прекрасный момент она узнает о том что за прекрасным завтраком она готовила мужа его любимый завтрак и она узнает о том что ее муж ей изменил мне кажется никому не пожелаешь такое вообще узнать вот ничего не предвещало как говорится беды и она конечно же решила что все их отношениям пришел конец конечно она потом будет немного совсем немного страдать но эта девушка также являлась скажем так писательница она издала конечно всего лишь одну книгу но как бы я думаю что это уже писатель если какой-то уже у нее скажем так есть материал изданный вот и эта девушка решила уехать к своей тете на остров тетя ее точнее ее ее тетю звали би уже немножко путаюсь мыслях и вот там она скажем так не то чтобы но мне кажется это должно было быть так чтобы она это все узнала в общем она находит дневник о котором ее тетя не знала что он вообще находится в ее доме и в этом дневнике она прочитала знаете такую вот тайну который мне кажется нежелательно вообще было ей знать потому что у нее потом поменялось отношение ко всему происходящему но надо уметь прощать и что она потом в конце и сделает в общем книга тоже интересная тоже как говорится развод и новая любовь но вы тоже можете прочитать эту книгу и обо всех этих событиях узнать она очень интересная увлекательная я тоже прочитала ее быстро следующая книга это рэй брэдбери канон всех святых ну изначально мне было вообще не интересно наверное первые сто страниц ее читать какая-то нудно какая-то слишком детская на мой взгляд здесь говорится о том что подростки каждый год на хэллоуин одевались наряжались ходили просили там конфеты как бы да вот как все положено как многие делают и в один прекрасный момент они подошли к одному дому ждали своего там друга пипкина который в один прекрасный момент просто не пришел и потом вот эта вот вся история будет крутиться вокруг этого их друга пипкина они будут узнавать о истории вот этого дня всех святых как все это пошло про наряды которые вот они одевали а истории каждого наряда они узнают ну там к примеру ведьма там смерть с косой и так далее ну конец конечно было интересно но вот на протяжении всей книги они будут искать этого своего друга пипкина также с ними будет мистер смерч это который вот им повстречается на пути ну если по пятибальной шкале ставить оценку то я бы поставила слабую слабую четверочку ну прям вот ну нудно мне немного было хотя этого автора все очень даже хвалят но мне вот не особо понравилось и последняя прочитанная книга это полка ланите врач нейрохирург литератор когда дыхание растворяется в воздухе иногда судьбе все равно что ты врач это история просто оставил огромный наверное отпечаток моей скажем так душе потому что под конец я даже плакала здесь история говорится о этом враче поле который всю жизнь учился вот на врача нейрохирурга и он лечил людей спасал жизни а в один прекрасный момент он столкнулся с тем что смерть скажем так пришла за ним то есть он тоже как вот даже обложка здесь он как изображен как врач а уже здесь как пациент это конечно печально под конец уже я читала просто уже не знаю мне просто хотелось правда плакать потому что иногда так бывает что ничего невозможно исправить и это как приговор звучит вот но книга конечно прекрасная и вот вы не поверите это его единственная книга которую он создал этот врач и изначально он рассказывает о истории своей жизни как он учился с чего все началось как он поступал закончил стэдфордский этот университет и многие другие вот на какие профессии он учился своей работе личной жизни и они с женой как бы очень долго к этому шли они не планировали детей пока вот не закончит он учебу и также его жена и случилось так то что когда уже вот 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 скажем так карьера построена практически то есть он уже подходил к завершению своей учебы к многолетней и он узнает о том что у него четвертая стадия рака и уже потом он особо даже не боролся он просто рассказывал о том как происходило все это и самое страшное что когда тебе даже не надо знать какой у тебя диагноз от врача лечащего тебя потому что ты сам врач и ты сам все знаешь ты знаешь чем это все чревато какими последствиями ну это очень сложно это вот знаете как гадалки предсказывать вот судьбу людям и самое печальное то что он свою судьбу уже знает так же и здесь конечно вот он хотел успеть закончить эту книгу но немножко совсем он не успел и его жена она уже под конец сделала все чтобы эта книга все таки вышла потому что он этого хотел и спасибо его жене Люси что она эту книгу воплотила в жизнь его скажем так рукописи которые вот можно теперь прочитать в общем книга оставила огромное впечатление и я могу вам всем ее порекомендовать она очень интересная и вот прям обязательно ее прочитайте так же я думаю будет не лишним если я вам скажу где эти книги можно приобрести здесь все просто книга Джо Джо Мойс продается в читай городе и так же Николас Парк спеши любить тоже можно приобрести в читай городе что касаемо вот этих трех книг их можно приобрести в магазине фикс прайс книга Аполло Каланити стоила 77 рублей так же книга Сары Джо стоила так же 77 рублей и книга Рэй Брэдбери стоила так же 77 рублей все эти книги я вам конечно же могу посоветовать ну наверное кроме вот этой потому что она не особо понравилась вот ну эти все книги были интересные девчонки ну вот и все мои книги кому это видео понравилось обязательно подписывайтесь на мой канал пишите книги которые вы можете мне порекомендовать и так же пожалуйста напишите как вам понравилось это мое видео или нет стоит ли мне продолжать такие видео снимать и если да то я конечно с большим удовольствием буду снимать такие видео так что всем большое спасибо за просмотр хорошего настроения и всем пока пока пока